Доброго времени суток! В эфире НБК САХА программа ПРОАВТО14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, касающиеся правил дорожного движения. В студии работает Валерий Антонов. В следующие 25 минут вас ждет много полезной и интересной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последние две недели. Новые электрические средства индивидуальной мобильности, транспорт будущего или игрушки. Сохрани будущее в безопасности. Как правильно перевозить детей в транспорте и чем грозит пренебрежение правил дорожного движения. Повторение «Мать учения». Знание правил дорожного движения в нашей студии повторит певец, радиоведущий Петр Кулаковский. Перед тем, как начать, представляем вашему вниманию небольшую сводку происшествий за последние две недели в нашей республике. Итак, за период с 29 апреля по 12 мая на дорогах республики Саха зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек и 30 получили травмы различной степени тяжести. Только за последнюю неделю сотрудниками ГИБДД были задержаны и отстранены от управления 313 водителей в состоянии опьянения, а в том числе 27 севших за руль в состоянии опьянения повторно. 67 водителей отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения. Между тем, это не освобождает их от ответственности, наряду с теми, кто такие освидетельствования прошел. 2 мая в 4.35 утра в поселке Чульман Нюрнгринского района произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. По предварительным данным установлено, что 20-летний водитель автомобиля УАЗ 2206, следуя по улице Советская, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в средстве чего выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Ниссан Примера Камину. В результате ДТП 40-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении и на марке, от полученных травм скачалась на месте происшествия. Оба водителя получили различные травмы и имели признаки опьянения. В случае установления состояния опьянения, виновному водителю за нарушение правил дорожного движения, вовлекшее по неосторожности смерть человека согласно части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Материалы по факту автоаварии переданы в следственные органы. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. От ваших действий можете пострадать не только вы, но и посторонние люди. Воздержитесь от употребления алкогольных напитков. Возьмите с собой непьющего человека с водительским удостоверением. Попросите кого-нибудь подвезти и забрать обратно. Кроме того, если вы находитесь в городе, можете воспользоваться услугами таксомоторных служб или трезвый водитель. На самом деле вариантов очень много. За последние несколько лет электротранспорты превратились из необычной новинки, востребованный и комфортный вид транспорта. Насколько он безопасен и каким образом на него распространяются правила дорожного движения, мы узнаем в следующем сюжете. Электросамокаты, гироскутеры, мини-сегвей и моноколеса. Чего только не придумало человечество, лишь бы не ходить пешком. Однако готов ли житель нашего города сегодня к этим новшествам? В этом сюжете мы с вами это и узнаем. Электрические средства индивидуальной мобильности в последние годы пользуются большой популярностью. И им есть чем похвастаться. Современные модели могут ездить на большие расстояния, справляться с бездорожьем, и при этом они остаются достаточно компактными. Перед тем, как выбирать новый аппарат, стоит внимательно изучить его технические характеристики. Цены на эти средства передвижения варьируются в зависимости от габаритов транспорта, мощности электродвигателя, аккумулятора, качества шин и материала, и могут достигать самых нескромных сотен и сотен тысяч рублей. Чаще всего берут электросамокаты, так как цена у них хорошая, и транспорт более проходимый, чем остальные, например, гироскутеры, если с ними сравнивать. Не особо можно далеко на них уехать, скорость небольшая тоже. Как можно сказать, хит-продаж на это лето. В текущей редакции правил дорожного движения их владельцы не выделены в отдельную категорию участников дорожного движения, поэтому они приравниваются к пешеходам. Соответственно, требования предъявляются к ним исключительно, как к пешеходам. Кататься на данных устройствах необходимо в защитных шлемах, на локотниках, на коленниках. Это обезопасит как взрослого, так и ребенка от травм при возможном падении. Категорически запрещается использовать цегвеи, гироскутеры, моноколеса по высокоскоростным и прочим трассам, предназначенным для движения автомобиля или общественного транспорта. Несмотря на то, что эти средства имеют электрический двигатель, высокую мощность и могут развивать небезопасную скорость движения, отдельные виды могут нестись быстрее 60 км в час, чаще всего ими управляют дети и подростки. Мне сначала было очень трудно, самокат шатался всяком. Ну не знаю, когда-то для меня его взял, чтобы просто учиться в будущем кататься на мотоцикле. Я так понял, что это почти то же самое, и мне более-менее легко. В случае, если вы приобрели детям вышеуказанные современные средства передвижения перед поездкой, убедитесь, что ваш ребенок знает правила безопасности на дороге, периодически напоминайте ему эти правила, обеспечьте его средствами защиты и не забывайте, что именно вы являетесь примером не только для своего ребенка, но и других маленьких участников дорожного движения. Сейчас народ относится к такому виду транспорта достаточно скептически. Однако на любом из этих аппаратов в хорошую погоду, да по ровному асфальту есть куда удобнее, чем стоять в пробках или стоять на остановке общественного транспорта. Казалось бы, что может быть особенного в вождении мотоциклом? Взял и поехал. Однако при вождении данного вида транспорта существует столько же правил, сколько и при вождении любого другого транспортного средства. Нюансы и особенности данного вида передвижения мы обсудим с нашим сегодняшним гостем, руководителем мотосообщества «Ночные волки» Виктором Копыловым. Добрый день, Виктор. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, о самом сообществе «Ночных волков». Как вы туда вступили? Как этот филиал открылся у нас в Якутии? Какие-то, может быть, у вас мероприятия намечаются в скором времени? Да. Наш филиал был открыт 11 лет назад на сегодняшний день. Вообще, мото-клуб «Ночные волки» достаточно большой. Это крупнейший клуб на территории Российской Федерации. Наше отделение есть не только в России, есть и в Австралии, в Европе есть. Насчитывает больше двух тысяч человек. И наше отделение есть практически в каждом городе. То есть, когда мы ездим именно в путешествия, мы не останавливаемся в гостиницах, не останавливаемся там в палатках. У нас везде есть наши друзья, наши братья, которые мы приезжаем, радуемся общению, общаемся друг с другом, передаем какие-то интересные моменты. Мы ездим к ним, они ездят к нам. То есть, вот такой вот очень большой социум. Значит, в Якутске это отделение тоже есть? Наш штаб, это клубный дом, находится на Богдана Чижика, 33-2Б в городе Якутске. И, в принципе, любой желающий мотоциклист может туда приехать. У нас есть и рим-зона, то есть, где человеку могут помочь с обслуживанием мотоцикла, с ремонтом. Также есть место для мото-путешественников, то есть, те ребята, которые едут в Магадан, они также заезжают к нам. У нас на базе нашего штаба функционирует так называемый байпост. То есть, это то место, куда человек может приехать, отдохнуть, поспать, в конце концов, в человеческих условиях, поспать, помыться, постирать свои вещи, обслужить мотоцикл и ехать дальше. Достаточно непростой участок пути, еще 2000 километров от нас до Магадана. Вот, то есть, в принципе, вот таким образом летом у нас, если раньше люди проезжали мимо Якутска, то теперь заезжают, стараются заезжать к нам. Ну, во-первых, это общение, опять же. Во-вторых, это, ну, там, починка мотоцикла. Вот, и летом, я не знаю, ну, дня, наверное, не проходит. Ну, не дня, ладно, недели не проходит, чтобы кто-то из путешественников у нас не останавливался. То есть, тем самым мы прославляем не только себя, мы прославляем нашу республику, наш родной город. Какие-нибудь есть правила, которые оглашены, получается, вами, может, какие-то традиции у мотоциклистов? Допустим, когда водители приезжают в другие УЛУС, они обязательно сигналят, допустим, так торжественно. А у вас что-нибудь есть? Ну, если мы видим, скажем, если ты едешь на мотоцикле, и видишь другого мотоциклиста, не поздороваться, это, как бы, считается дурным тоном. Ну, конечно, такой сплоченый. Абсолютно везде, по всей России, вот сколько я не ездил, видишь мотоциклиста, махнул рукой, тебе в ответ махнут обязательно. То есть, это такое достаточно, скажем так, сплоченное сообщество. Мы всегда друг другу помогаем. Можете рассказать немного о безопасности на дорогах? Самое главное? Ну, самое главное, всегда нужно помнить, что город – это место не для гонок. Это самое главное. Во-вторых, нужно всегда следовать правилу 3D. Дай дорогу дураку. Много кто видит мотоцикл, и их этот мотоцикл провоцирует. Например, погоняться. Да, то есть, ну, понятное дело, что мотоциклы с объемом двигателя, там, полторы, полтора литра, и машина полтора литра. Понятно, что с мотоциклом тягаться смысла нет. Но вот человек хочет показать, что вот у него такая машина, он может быстро поехать. Но нельзя попадаться вот на эти провокации, потому что это, опять-таки, ведет к первому правилу. Да, город не для гонок. Вот, и всегда нужно оценивать дорожную ситуацию с той точки зрения, что тебя не видят. То есть, мотоцикл, там, кто-то говорит, там, фара, там, громкий звук, там, и так далее. Но всегда нужно следовать, исходить из того, что тебя не видят. Просто ты невидимка на дороге. Мотоцикл, там, может, уже кто-то не посмотрел в зеркало, там, кто-то еще. Ну, в общем, правила-то несложные на самом деле. Но иногда трудновыполнимые. То есть, не все их выполняют, эти правила. А, Виктор, скажите, есть ли какой-нибудь такой мотоцикл, который являлся бы мечтой для каждого, о котором грезил бы каждый мотоциклист? Да нет, на самом деле, каждый кулик хвалит свое болото. Кому-то нравятся мотоциклы большие, хромированные, там, блестящие. Кому-то нравятся, наоборот, спортбайки. То есть, тут, как говорится, на вкус и цвет сефломастеры разные. Кто что любит. А есть ли самые популярные модели, может быть, которые встречаются почти у каждого? Да и даже таких я не обозначу. Даже у нас в клубе есть ребята, которые ездят и на спортбайках, есть ребята, которые ездят там на круизерах, на туристических эндуро. А ваша организация сама, получается, проводит гонки? И как часто вы сталкиваетесь вообще с критикой вашей адрес? Гонки в городе Якутске мы не проводим. Но, например, есть в Нижнем Новгороде у нас отделение, они проводят гонки под названием «Уралгон». Это гонки на мотоциклах «Урал». Всевозможных модификаций, всевозможные затюненные, незатюненные, стандартные. Очень много всяких мотоциклов. И вот между собой гоняются. У нас, к сожалению, пока не развито это направление. Ну а по поводу критики. Критика, она есть всегда. Хейтеры, как говорится, есть везде. Мы, в принципе, на нее не обращаем внимания. Ну, нам это не нужно. Главное – двигаться вперед, заниматься своим любимым делом. Именно. Спасибо, Виктор, что пришли к нам и поделились полезной информацией. Желаем вам удачи и успехов. Спасибо. За рулем автомобиля удобно передвигаться с детьми до детского сада, школы, больницы или же по магазинам. Но далеко не все водители знают, каковы правила перевоза детей в 2021 году. Мы решили напомнить всем об актуальных правилах дорожного движения, чтобы проблем с перевозкой детей больше не возникало. Зачастую родители не заботятся о безопасности при перевозке своих чад и во время поездок на машине не пользуются ни автокреслами, ни бустерами, не осознавая, что подвергают самого незащищенного участника дорожного движения большой опасности. Печальная статистика показывает, что количество ДТП с нарушением правил перевозки детей без ремней безопасности или удерживающих устройств только растет. А ведь именно они могли уберечь их от большой опасности. Когда у нас родилась старшая дочка, мы купили автолюльку. То есть автолюлька – это специальное кресло для новорожденных. Оно устанавливается только против хода движения. И потом уже, когда она более выросла, мы приобрели данный кресло. К сожалению, ни одна современная машина не имеет штатных устройств для безопасного размещения ребенка. Поэтому детское автомобильное кресло приходится покупать дополнительно. К его выбору и установке стоит подходить трепетно. Важно внимательно изучать характеристики, читать документы и прикреплять устройство строго по рекомендованным стандартам, указанным в инструкции. Наше кресло крепится на якоре. Его нужно будет установить вот так вот. Якорь крепится сзади. А здесь по бокам идут такие тоже якоря. И они крепятся здесь. И кресло держится снизу. И получается якорь держит кресло сверху. Обязательно ребенка пристегивайте на оба. Получается. На пятиточечные ремни. Это безопасность прежде всего ребенка. И когда машина резко тормозит, то у него вот все будет зафиксировано. Кресло сзади крепится тоже на такой якорь. И сейчас его нужно будет просто подтянуть, чтобы кресло вот так не ходило. И вот так, получается, затягиваем его. Оно у нас тогда не шатается. Однако при выборе кресла специалисты рекомендуют руководствоваться не столько возрастом ребенка, сколько его весом и ростом. Именно эти параметры определяют группу кресла, которая подходит именно вашему ребенку. Несоблюдение вышеперечисленных правил рекомендаций может быть чревато штрафом и более тяжелыми посредствиями. У нас проводятся сплошные проверки возле образовательных учреждений, спортивных учреждений, имеющих массовое притяжение детей. Подъезжает несколько экипажей, группа, и проверяют все подъезжающие машины, кто подвозит детей. И кто перевозит детей с нарушением установленных правил дорожного движения, то, соответственно, без ремней безопасности, без детских удерживающих устройств сразу же принимаются меры административного воздействия. Привлекаются водители по статье 12.23, части 3, за перевозку детей с нарушением правил. Там штрафные санкции у нас предусмотрены. Ну и сейчас мы хотим приступить к нашей постоянной рубрике, в рамках которой известной личности отвечает на вопросы из билетов экзаменов правил дорожного движения. Сегодня на студии наш гость Петр Кулаковский, ведущий, певец, водитель с шестилетним стажем. Итак, Петр, первый вопрос. О чем информирует вас данный дорожный знак с желтым фоном? Первое. Дальнейшее движение возможно только по второй полосе. Второе. Дальнейшее движение возможно только по проезжей части встречного направления. И третий вариант ответа. Дальнейшее движение возможно только по другой дороге. Так. Вы видели когда-нибудь такой знак на дорогах? В Якутске здесь нет. Такой интересный. Я не видел. Так, где-то, по-моему, был такой вариант. Второй, наверное. Ну что ж, мы принимаем этот вариант ответа, двигаемся дальше. Такой сигнал рукой, подаваемый водителем легкового автомобиля, информирует вас о его намерении начать движение, о его просьбе оказать помощь, об имеющейся опасности за поворотом. Я думаю, первый. Или же, ну если это не работает сигнал, да, как бы, поворота налево или направо. В этой ситуации, может быть, это номер один. Или же, а третий у нас какое? Об имеющейся опасности. За поворотом. Нет, быть не может. О его просьбе ехать. Давайте первое все-таки. Хорошо, мы принимаем этот вариант ответа и зачитываем следующий вопрос. Как вам следует поступить при повороте налево? Первое. Остановиться у стоп-линии и дождаться сигнала регулировщика, разрешающего поворот. Второе. Выехав на перекресток, остановиться и дождаться сигнала регулировщика, разрешающего поворот. И третий вариант. Повернуть, уступив дорогу, встречному автомобилю. Я думаю, это уже первое. Ага, хорошо. Это первый вариант. Мы принимаем его, хорошо. Следующий вопрос. Разрешено ли обучать вождению на этой дороге? Первое, запрещено. Второе, разрешено, используя для движения только правую полосу проезжей части. И третье, разрешено. Это как у нас на улице Дзержинского, да? Да, получается. И еще побольше. Здесь столичный рынок. Разрешено, используя для... Только посвободнее. Или второй, или третий. Так. Ну, давайте третий. Хорошо, мы принимаем этот вариант ответа. Ага. И следующий вопрос звучит таким образом. В случае потери сцепления колес с дорогой из-за образования водяного клина водителю следует. Первое, увеличить скорость. Второе, снизить скорость резким нажатием на педаль тормоза. И третий вариант, снизить скорость, применяя торможение двигателем. Увеличить скорость, снизить скорость. Я думаю, снизить, наверное. И третий вариант, применяя торможение. Принимаем этот вариант ответа. Разрешено ли вам при управлении легковым автомобилем с прицепом продолжить движение в прямом направлении? Разрешено? Разрешено, если вы проживаете в обозначенном знаке? Проживаете в обозначенной знаком зоне? Или запрещено? Так, 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 так. В прямом направлении. Да, думаю, запрещено. Хорошо. Вам разрешается движение только в направлении Б, в направлениях А и Б, в направлениях Б и В, в любом направлении из указанных. Давайте Б. Значит, первый вариант. Да. Только в направлении Б. Хорошо, отлично. Следующий вопрос. Разрешено ли выполнять разворот на участке дороги, обозначенном этим знаком? Первое разрешено, второе разрешено только в населенном пункте, третье разрешено только при видимости дороги не менее 100 метров, и четвертый вариант ответа – запрещено. Разворот запрещено, наверное, потому что вот знак стоит справа. Да, принимаем этот вариант ответа. Следующий вопрос. В каком месте вам можно остановиться? Только в А и В, Б и В или в любом из указанных направлений? Я думаю, точно не А, и В тоже как-то опасно. Думаю, В – это как бы парковка же. Давайте первый вариант, только В. Только В, хорошо. Мы принимаем этот вариант ответа. Как вам следует поступить при повороте налево? Поехать перекресток первым, уступить дорогу только грузовому автомобилю с включенным проблесковым маячком или уступить дорогу только автобусу? Ну, здесь стоит светофор зеленого цвета, а также знак «Уступить дорогу». Я думаю, надо уступить дорогу грузовому автомобилю или уступить дорогу только автобусу. Давайте третье все-таки. Автобус прямо. У него знака нет, да? Прямо он должен. Ну, тогда я уступлю ему. Хорошо. Третье. Это был последний вопрос. Спасибо, что ответили. Теперь мы приглашаем в студию нашего эксперта, который даст оценку вашим ответам. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Волкова Наталья. Я преподаватель первой автошколы и являюсь независимым экспертом на данной программе. В очередной раз мне было очень интересно наблюдать, как водители со стажем решают вопросы, которые есть у нас в билетах. Так как часто приходится заниматься переподготовкой уже действующих водителей, конечно, все забывается. И время от времени необходимо знания свои освежать. Итак, по первому вопросу. О чем информирует вас данный дорожный знак с желтым фоном? Сейчас, если цвет фона знака желтый, это значит, что знак является временным. И на знаке у нас изображена дорога с разделительной полосой. Соответственно, если есть на дороге разделительная полоса, то у нас две проезжие части. И данный знак говорит нам о том, что движение вперед у нас по нашей проезжей части запрещено, и мы должны перестроиться на проезжую часть встречного направления. Ответили вы верно. Следующий вопрос. Также вы ответили верно. Данный знак является знаком поворота. То есть, если у водителя не работает сигналы поворота, он рукой показывает направление движения. В этом вопросе у нас с вами нерегулируемый перекресток. Регулировщик стоит к нам боком. Соответственно, движение сейчас разрешено только прямо, либо направо. Но так как мы находимся в левой полосе, то сейчас нам разрешено движение только прямо. Но мы с вами планируем повернуть налево, поэтому остаемся на месте. Вы ответили совершенно правильно. Ожидаем другого сигнала. Здесь, конечно, вы меня немножко рассмешили, сравнив автомагистраль с улицей Дзержинского. Автомагистраль, это знак автомагистраль, дорога скоростная. Но дело в том, что в правила, как я уже сказала, вносятся изменения. И со 2 января этого года на автомагистрали разрешили учебную езду. И сейчас по новому регламенту курсант должен показать, даже у него есть такое упражнение, как движение с максимально возможной скоростью. Поэтому здесь у нас с вами будет ответ разрешен. В случае потери сцепления колес с дорогой из-за образования водяного клина водителю следует. Что такое водяной клин? Это когда вода попадает под колесо и не успевает выдавливаться из-под колеса, и автомобиль у нас как бы всплывает над дорогой. Соответственно, если автомобиль плывет, то он у нас неуправляемый. Это же не лодка, не катер. Нам нужно сделать так, чтобы автомобиль обратно опустился на дорогу, то есть чтобы наши колеса начали гребсти медленнее, что мы можем достичь именно торможением двигателем. Разрешено ли вам при управлении легковым автомобилем с прицепом продолжить движение в прямом направлении? Разрешено. Почему? Данный знак запрещает движение грузовым тракторам с прицепом. И также знак запрещает любую буксировку. Поэтому в данном случае вы можете продолжить движение прямо. В этом вопросе у нас с вами изображена пересекаемая дорога с односторонним движением налево. Данный знак ничего нам не запрещает, кроме того, чтобы двигаться против стрелки, против движения. То есть, соответственно, мы можем продолжить движение по любой для нас угодной траектории, кроме поворота направо. Так что, конечно, в этом вопросе вы немножечко сплоховали. Здесь вы ответили совершенно верно. Дорога с односторонним движением никакого разворота быть не может. Вне населенного пункта, как на данной картинке, у нас с вами разрешается останавливаться только по ходу движения и за пределами дороги. Так что вы ответили совершенно верно. Мы можем остановиться только в месте В. Ну и здесь, конечно, немножко я посмеялась, когда вы сперва обратили внимание на грузовой автомобиль. Дело в том, что если с нашего направления горит зеленый сигнал светофора, соответственно, с поперечного направления горит красный сигнал светофора. То есть у него запрещающий. Желтый проблесковый маячок не дает преимущества в движении и говорит о том, что данный автомобиль представляет какую-то опасность на дороге. Допустим, при производстве дорожных работ. Соответственно, поворачивая налево, мы с вами должны пропустить только автобус. Так как он для нас становится помехой справа. Помехой справа. И там даже шпаргалка вот здесь слева на картинке красный цвет этого светофора. Да, да, да. Сейчас только заметили, да. Ну, в общем, неплохо. У нас с вами получилось всего два неправильных ответа. По сравнению с другими известными людьми у вас лучший результат. Спасибо. Спасибо большое. Было очень приятно пообщаться, познакомиться. Благодарю. До свидания. На этом наша передача подходит к концу. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова